Оснований для резкого падения курса рубля нет. Ну, по крайней мере, так считает министр финансов Антон Силуанов. А вот основания для повышения ключевой ставки у Центрального банка, похоже, есть. 17 из 20 экспертов, опрошенных РБК, прогнозируют повышение ключевой ставки в ближайшую пятницу на 100 базисных пунктов. Но есть и те, кто допускает более жесткий сценарий. Оптимистичные и пессимистичные взгляды на ставку, а также, возможно, единственное спасение от всех этих перипетий – золото. Обсудим прямо сейчас. Это утренние рынки. Здравствуйте. Но прежде чем перейти к основным темам, коротко о конъюнктуре на мировых фондовых площадках. Итак, Азия отторговалась в минусе. Все основные индексы от Южной Кореи до Японии и материкового Китая потеряли от полупроцента до полутора. Не потерял только Гонконг, но он просто был закрыт сегодня. Все ключевые площадки Соединенных Штатов в пятницу закрылись в красной зоне. Причинок было несколько. В частности, слова главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что пространно намекнуло на грядущее повышение новой ключевой ставки и на более длительный период удержания этой ставки. На этом фоне доходность американских десятилеток впервые за 16 лет достигла 5%. Но сегодня фьючерсы на индексы S&P 500 точно растут, вернее, прирастают на 0,3%. Нефть в марке Brent в минусе почти на проценты и вернулась в район 91 доллара за баррель. Золото тоже потеряло с утра около процента и сейчас стоит 1980 долларов за тройскую унцию. Однако глобально металл чувствует себя неплохо. Что будет дальше, обсудим прямо сейчас. Итак, цена фьючерса с поставкой в декабре на прошлой неделе преодолела отметку в 2000 долларов за унцию. Это произошло впервые с 1 августа. Совокупно с начала нового конфликта на Ближнем Востоке цена золота выросла более чем на 8,5%. Можно сказать, наверное, на прошлой неделе этот металл выступил в классической роли защитного актива. А теперь несколько откатился, видимо, зафиксировался. Надолго ли будем обсуждать перспективы с Максимом Худаловым, независимым промышленным экспертом? Максим, доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что подключились. Если говорить о золоте, то что на него сейчас сильнее влияет из двух таких противоположных факторов? С одной стороны, политические события и напряженность на Ближнем Востоке, Палестино-Израильский конфликт. С другой стороны, все-таки опасения по поводу дальнейшего ужесточения монетарной политики со стороны ФРС. Вот в этом тени толкает. Кто пока побеждает? У золота, к сожалению, большая часть инвестиций традиционно определяется динамикой доходности долгосрочных американских ценных бумаг. Правильно сказали, она сейчас достигла исторически небывалого уровня за последние 15 лет. Это 5%. Более того, исходя из тех оценок инфляции, которые публикует американская статистика, разумеется, к ней есть множество вопросов, но другого источника у нас нет. Доходности даже находятся в реальном, реальные доходности по долгосрочным бумагам сейчас находятся в положительной зоне. Это всегда негативный момент для золота, потому что все-таки, несмотря на то, что действительно золото выступает таким, такой защитой от рисков, от волатильности, мы понимаем, что хранить золото, перемещать золото, это большая реальная проблема, поэтому большая часть инвесторов так или иначе ориентируется на доходности так называемых безрисковых американских долгосрочных ценных бумаг. Сегодня они в положительной зоне, что довольно редко бывает по этим бумагам. Поэтому здесь, наверное, вот этот фактор будет превалирующим. И в связи с этим серьезной динамики в стоимости золота в ближайшее время, опять же, на фоне тех обещаний, которые звучат из УСФРС, наверное, ожидать не приходится. Максим, при этом довольно есть любопытный факт, его многие отмечают, что несмотря на заявления и главы ФРС, и ожидания по ужесточению монетарной политики со стороны Федеральной резервной системы, все-таки золото не так много потеряло в моменте. Это с чем связано? Все-таки с какими-то паническими настроениями последних людей? Или, возможно, виноваты, допустим, продолжающиеся закупки металла со стороны мировых центральных банков, Китая в частности? Совершенно верно. Здесь, с одной стороны, мы наблюдаем отток частных инвесторов. Мы видим, что ETF, которые ориентируются на золото, которые наполняются золотом, они постепенно, вложения в них сокращаются. При этом, действительно, центральные банки активно продолжают закупать золото, потому что все те проблемы американской экономики, которые накопились, которые уже, в общем-то, очевидны не только рынку, наверное, но и большинству экономических агентов, они существуют. И действительно, существует реальное опасение того, что вложения в американские цены бумаги, вложения в американский доллар, они могут в какой-то степени серьезно пострадать. Я не говорю уже о политических рисках, потому что мы понимаем, что сегодня доллар становится достаточно политически агажированной валютой. Поэтому центральные банки активно скупают золото. Но, опять же, мы не видим никаких фундаментальных причин для удорожания золота, потому что если мы посмотрим на объемы предложения металла, если мы посмотрим на объемы себестоимости добычи, то мы понимаем, что и предложение находится на высоком уровне, и, в общем-то, себестоимость существенно ниже, чем текущий уровень цен. Поэтому какого-то фундаментального дефицита металла нет. Частники не готовы закупать золото, потому что это неудобно. А спрос центральных банков, он традиционно существенно меньше, чем спрос инвестиционных частников. Поэтому он не может самостоятельно двигать цену вниз. А тот рост, который мы наблюдали с начала октября, ну, он просто фактически отыгрывал падение, которое случилось к началу октября. И фактически мы видели с вами восстановление более-менее справедливого уровня цен. Максим, скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что ваш взгляд это скорее вот боковик до конца года? Потому что у ключевых инвестбанков, в том числе американских, у хедж-фондов довольно оптимистичные прогнозы. 2000 и даже 2100 на конец текущего года. Вот вы такой оптимизм в отношении золота не разделяете? Не разделяем, потому что, повторюсь, большая часть частных инвесторов так или иначе смотрит на доходности долгосрочных цен на бумаг США. Здесь пока что никаких позитивных для золота движений не предвидится. Скорее всего, денежно-кодитная политика будет и дальше ужесточаться. А это будет означать, что еще больше объем частного спроса будет уходить из вложений в золотые ETF во вложения в долговые бумаги пресса США. И на этом фоне, какая бы активность со стороны центральных банков не происходила, ее будет просто недостаточно для того, чтобы переломить тренд. Максим, ну так по завершению нашей беседы, все-таки 2000 на конец года вы не ждете? Пока нет. Пока я бы ориентировался как раз в том коридоре, в котором оно сейчас и находится. Спасибо большое. С нами на связи был Максим Худалов, независимый промышленный эксперт. Ну а мы переходим к главной интриге этой недели для рынков российских, причем для всех, и для долгового, и для рынка акций, и для валютной секции. Поговорим о ключевой ставке. Итак, 17 из 20 аналитиков опрошенных РБК прогнозируют повышение ключевой ставки на ближайшем заседании 27 октября. При этом 5 из этих 17 считают, что ставку повысят до 14,5-15%, остальные 12 уверены в более скромном повышении стобасных пунктов. Есть и те, кстати, кто считает, что Центробанк может сделать некоторую паузу, особенно учитывая укрепление российской валюты. Напомню, в пятницу курс доллара откатывался даже к 95 рублям. С нами на связи Софья Донец, главный экономист по России СНГ+, компанией «Ренессанс Капитал». Софья, здравствуйте. Добрый день, Анна. Скажите, пожалуйста, какой ваш прогноз? Вот вы на чьей стороне? Тех, кто за более ястребиные действия ЦБ, или на стороне большинства, которые за 100 базисных пунктов? Ну, честно говоря, наше мнение тут не отличается от консенсуса. Мы тоже ждем повышения ставки таким же шагом, как и в сентябре, до 14%. Однако полагаем, что мы можем увидеть смягчение сигнала, и мы можем считать, есть высокая вероятность, что это повышение окажется последним в цикле ужесточения, который мы видим с середины года. Здесь есть разные факторы. С одной стороны, действительно рубль, его стабилизация, некоторые укрепления дают некоторую передышку для Банка России, но текущие темпы и роста цен, и роста кредитования, наверное, пока еще оправдывают дополнительное повышение, как и то, что с последнего решения в сентябре нам поступил такой пакет данных по бюджету и высоким индексациям следующего года. Со слов руководства Банка России, это еще не было учтено в сентябрьском решении, а значит, вот такая цена в дополнительные 100 базисных пунктов выглядит обратно. Софья, если, допустим, мы допускаем, что это будет последнее повышение ставки в этом цикле, то каким вы видите признаки разворота? Вы уже упомянули, что может быть несколько изменен, смягчен сигнал. Если говорить о дальнейшем поведении Банка России, как скоро этот разворот теоретически может наступить? Ну, смотрите, мне кажется, очень многое будет зависеть от динамики кредитования. По нашим оценкам, если ставка удерживаться будет на уровне 13-14%, то мы на горизонте двух кварталов можем увидеть не просто замедление роста кредита, но и его снижение, то есть уход его в красную зону. Есть такой большой фактор неопределенности в виде льготных программ и того спроса, который предъявляется на эти льготные программы в преддверии их возможной отмены, в том числе и по льготной ипотеке. Это немножко создает неопределенность, но в общем и целом, в любом случае, достигнутая жесткость уже такова, что мы можем видеть существенное замедление кредита на горизонте нескольких кварталов. И вот именно это, наверное, и может служить таким сигналом к развороту. Поэтому для нас базовым сценарием пока остается сначала снижение возможного ставки уже в первом полугодии. Будем смотреть за текущей инфляцией и текущим ростом кредитования. А на ваш взгляд, вот в этом базовом прогнозе разворот может быть насколько резким, насколько сильным может быть сразу снижение? Или это тоже будет постепенный, сглаженный процесс? Ну, смотрите, и Банк России, и, в общем-то, наверное, рынок ожидает, что инфляция будет, если и выше 4 в следующем году, то не то чтобы очень намного. Это значит, что инфляция 5-6% в среднем погоду или 4-5% на конец года при ставке двузначной, сильной двузначной ставке, 13-14%, если это будет надолго удерживаться. Таких ставок у нас не было с цикла 2014-2015 года, и в реальном выражении действительно это очень жесткий уровень. Поэтому, на наш взгляд, развороты снижения могут быть достаточно быстрыми. Мы видим, что Банк России, скажем так, новой волны уже не делает шаги по 25 базисных пунктов, то может быть снижение на 1-2% за каждое последующее решение. То есть скорость снижения может быть и достаточно высокой, учитывая разрыв, который сложится между двузначной процентной ставкой и инфляцией, которая, в принципе, будет существенно невысокой. Поэтому здесь скорость может быть и быстрой. Но нужно дождаться действительно точки, в которой можно начать снижение. Хорошо, Софья. А вот что касается еще одного очень важного фактора и для инфляции, и для действий Центрального банка, это укрепление или ослабление российской валюты. На прошлой неделе мы увидели такой некий откат все-таки от локальных минимумов и по доллару, и по юаню. При этом, на самом деле, часть экспертов считает, что это не то, чтобы был какой-то фундаментальный откат, а просто активность спекулятивно настроенных граждан снизилась. И вот сегодня по данным по объемам торгов это, в принципе, видно. На ваш взгляд, что сейчас в большей степени влияет на курс российской валюты? Начал ли каким-то образом уже сказываться на ней указ о репатриации и продаже валютной выручки? Или, возможно, это будет чуть большим лагом эффект, и мы увидим там, не знаю, дальнейшее, более существенное укрепление? Ну, смотрите, первичный эффект у объявления указа о репатриации и конвертации мы уже увидели. Он был резкий, мы увидели уход на 3 рубля. Собственно, такой более фундаментальный эффект, он будет растянут, потому что, собственно, указ действует медленно. Ограничения касаются конвертации в течение 50% выручки в течение 30 дней, 72% выручки в течение двух месяцев. То есть, фактически, это все будет разворачиваться до конца года. Но важно, на каком фоне это будет разворачиваться. Мы уже видим, что экспортная выручка достаточно высокая, мы уже видим, что профицит текущего счета существенно расширился. В сентябре он был в два раза больше, чем в августе, и почти в 10 раз больше, чем в июле, в июне. Поэтому здесь такая вот база для укрепления или хотя бы стабилизации на уровне близким к текущим, она уже есть. Остальное будет зависеть, в том числе, как я заметил, от спекулятивных настроений тоже. Любопытно. Опять же, опять же, течение и повышение цены – это факторы в МИМС. Любопытно. В данном случае, мне кажется, важно определиться с терминологией, что все-таки будет укрепление какое-то значительное, а что стабилизация. Вот, условно, 90 рублей за доллар, например, это укрепление, а 95-97, видимо, стабилизация. Вот вы где ближе ждете курс российской валюты к концу года, например? По нашим оценкам, к фундаментальным показателям, в том числе к сырьевой конъюнктуре, рубль остается существенно недооцененным. На уровне 100 – это была недооцененность, на уровне примерно 20%, сейчас в районе 15%. Это значит, что можно ожидать и укрепления, можно ожидать и 90 на конец года. Посмотрим, как сложатся другие факторы. Ожидаем мы, по-прежнему ожидаем. Но вы все-таки по-прежнему связываете курс российской валюты с динамикой цен на нефть, потому что до этого как-то разошлись они с нефтяными котировками. Я думаю, что мы видели действительно расхождение в моменте краткосрочной динамики. Но сейчас рубль, скажем, такой российский рынок, достаточно медленный, потому что от котировки на рынке по нефти до конвертации этой выручки проходит существенное время. Пока дойдет до контрактов, пока реализуется продажа, пока придет выручка, пока она конвертируется, это существенные лаги. Поэтому я думаю, что рано списывать, как говорится, хорошо это или плохо, но рубль не перестал быть сырьевой валютой. И доля сырья, и доля нефти в нашем российском эксперте нисколько не снижается. Ну, хорошо это или плохо, но вот по мнению Софьи Донеца, это так. Софья, скажите, пожалуйста, а если говорить об указе президентском о репатриации и продаже валютной выручки? В нем все-таки достаточно много слепых пятен. Мы до конца не знаем ни тех конкретных экспортеров, которые должны реализовывать. И условия для каждой компании, видимо, довольно индивидуальные в данном случае будут. А можно хоть как-то приблизительно оценить объемы той валютной выручки, которая может поступить на российский рынок? Или это будет дозированное, это ручное управление? Если брать очень широко, говорить обо всем экспорте, то, наверное, у нас есть запас по активизации конверсии, по крайней мере, к летним месяцам, когда мы видели как раз основное движение в рубле, то сентябрь все-таки была стабилизация уже. Но основное движение в рубле у нас приходилось на летние месяцы, до этого еще был апрель. Это вот как раз те самые моменты, когда у нас конверсия по данным ЦБ уходила ниже 70%. Если мы с этого уровня 70%, который, наверное, является таким чувствительным, уходим на 80%, потому что все-таки в указе по репатриации мы смотрим на сумму 80% больше, чем на сумму 72%, потому что важно, что эта валюта действительно придет в российский периметр. Даже если она не вся пойдет сразу на Мосбиржу, она останется у банков, банки лишний раз не выйдут за другой валютой, скажем так, на рынок. Поэтому вот эти 10% экспорта при текущем экспорте, убирая рублевую часть, это что-то в районе 2-2,5 миллиардов в месяц возможного дополнительного предложения, если мы смотрим на широкий круг экспортеров. Ну, поскольку мы не знаем, кто у нас конкретно входит в список экспортеров, ну, может быть, это будет поменьше. Но, тем не менее, такая заметная величина, как говорится, в пересчете на год, то есть если смотреть на устойчивое действие меры на протяжении нескольких месяцев, то это, в принципе, такая поддержка, которая может быть эквивалентна 6-8% в рубль относительно тех уровней, которые мы имели на начало октября. То есть это такой потенциал движения ближе к 90%, чем ближе к 100%. Хорошо. Если говорить о долговом рынке в контексте и грядущего прогнозируемого повышения ставки, если оно будет таким, как мы говорим, и укрепление рубля потенциального, то каких доходностей мы ждем на разных концах кривой? Сейчас пока есть ощущение, что они несколько отстают от и ключевой ставки, и текущих макроэкономических показателей. Ну, как сказать, мне кажется, что мы, в принципе, видели реакцию рублевых ставок на все нужные события и видели, что в короткой части кривой, в принципе, заложено уже ожидание еще одного повышения, как минимум до 14%. Поэтому мне кажется, что, в принципе, российский рынок, ну, другое дело, что длинный конец, он немножко своими критериями управляется. Здесь важно и темп, с которым Минфин выходит, а он снизится в четвертом квартале, даст такое послабление. Ну, и ожидание по поводу длинных ставок, убежденность всех, что ставки будут теперь очень высотими на очень долго, она так варьируется. Ну, в общем и целом, мне кажется, российские рублевые ставки очень даже адекватно отражают и ситуацию с рублем, и ожидание еще одного повышения ставок. Правильно ли я вас понимаю, что вот таким образом, если они действительно все адекватно отражают, время несколько удлинять в портфеле дюрацию? Ну, это очень трудный вопрос, это зависит от вашей стратегии, естественно, потому что длинный конец действительно живет до сих пор своей жизнью, поэтому здесь все-таки длинный конец, наверное, еще не пришло время. Еще не пришло время длинного конца и другие оптимистичные прогнозы в программе «Рынки». Спасибо большое, с нами на связи была Софья Донец, главный экономист по России СНГ+, компания «Ренессанс Капитал». А это были «Рынки», увидимся через два часа, обсудим, что происходит на всех мировых торговых площадках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова